Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире информационная программа новости в студии ТОРПРОВ. По причине роста населения, регулярного увеличения количества социальных учреждений, производственных предприятий и цехов, потребность в электроэнергии в стране также стремительно растет. Но чтобы не возникла необходимость ограничения подачи электроэнергии, каждая семья, каждая организация и учреждение, каждое предприятие и цех, независимо от формы собственности, должны придавать первостепенное значение бережливому и рациональному использованию электроэнергии в зимний период. В настоящее время энергетические ресурсы играют важнейшую роль в мировой экономике. В условиях топливно-энергетического дефицита на первый план выходит проблема энергосбережения. Причем она становится глобальной проблемой всего человечества, а не только отдельных стран и регионов. Эффективное использование материальных ресурсов, энергосбережения – это объективно обусловленная мировая тенденция. Гидроэнергетические ресурсы нашей страны огромны и являются нашим национальным богатством, рациональное использование которых может обеспечить устойчивое экономическое развитие и усиление экспортного потенциала страны. Развитие энергетики в Таджикистане способствует развитию промышленности, созданию новых рабочих мест, повышению уровня благосостояния и процветанию народа страны. Строительство и введение в эксплуатацию гидроэлектростанций различных мощностей, в числе которых гидроэнергетические гиганты, такие как Рагунская и Нурекская ГЭС, налаженная работа линий электропередачи и труд энергетиков, обеспечивают подачу электроэнергии в дома, предприятия и учреждения, освещая города и районы нашей страны, создавая тепло и уют. Правительство Республики Таджикистан, используя все средства для достижения полной энергетической независимости, реализовало масштабные проекты по развитию энергетического сектора, чтобы в любое время года обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Но население страны также должны проявлять гражданскую ответственность и использовать энергию эффективно. Ведь экономное использование энергии является залогом стабильного электроснабжения. В наше время быть бережливым значит быть образованным и современным. Ведь экономия электроэнергии, мы экономим и собственный бюджет, и заботимся об энергетической независимости всей страны. В Таджикистане с 10 декабря работает Единый республиканский штаб по проведению разъяснительных работ по рациональному использованию электроэнергии и выявлению случаев незаконного подключения к источнику электроэнергии в каждом городе и районе. Рабочими группами осуществляется проверка системы потребления электроэнергии каждым гражданином, предприятиями, организациями, независимо от форм собственности. Следует отметить, что после создания рабочих групп потребление электроэнергии снизилось на 10-20% за счет экономии. 99% электроэнергии в нашей стране вырабатывается за счет воды, то есть снабжение населения электроэнергии и экономика непосредственно зависят от водных ресурсов. По оценкам специалистов, объем водно-энергетических ресурсов в настоящее время весьма ограничен, а запасы снега в речном бассейне страны по сравнению с 2019 годом уменьшились на 44%. Из-за сокращения воды в реке Вахш в последние месяцы и уменьшения ее ресурсов более чем на 2 метра по сравнению с предыдущими годами, компания «Барки Тоджик» обратилась к гражданам с просьбой рационально и ответственно потреблять электроэнергию и не допускать ее перерасхода, ведь только экономное и рациональное использование электроэнергии каждой семьей, всеми организациями и учреждениями может гарантировать, что мы преодолеем зиму без каких-либо ограничений. Зумрат Вайзиева, Дельшодихушвахт, Новости. В нашей стране проявление чувства любви к окружающим людям, протягивание руки помощи сиротам, больным детям, инвалидам и нуждающимся со стороны предпринимателей превращается в добрую традицию. В предыдущие праздников люди щедрой души стараются помочь ближнему и отправляют подарки и помощь в детские дома, дома престарелых и в малообеспеченные семьи. Последние годы в нашей стране проявление чувства любви к окружающим людям, протягивание руки помощи сиротам, больным детям, инвалидам и нуждающимся со стороны предпринимателей и людей щедрой души превращается в добрую традицию. Такое благородное поведение имеет огромное нравственное, этическое и воспитательное значение и способствует распространению в обществе чувства сострадания, укреплению доброжелательных отношений между людьми и в какой-то мере решению социальных проблем. В рамках гуманистических инициатив лидера нации уважаемого Эмам Аль Рахмона, в преддверии каждого торжества и праздника, все стараются обрадовать тех, кто нуждается в этом. В детские дома, школы-интернаты, дома престарелых и в малообеспеченные семьи благородные и щедрые люди отправляют продукты питания, одежду и самое главное, уделяют внимание, которое не менее важно людям, которые обделены им. Забота в отношении сирот и лиц с ограниченными возможностями, беспризорных и нуждающихся, а также их поддержка, являются главным направлением социальной политики, руководства государства и правительства Республики Таджикистан. На всей территории страны эти слои населения охвачены благотворительными и гуманными инициативами лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмам Аль Рахмона. Поддержка инвалидов, сирот, беспризорных и нуждающихся семей с первых лет независимости была в центре внимания лидера нации, уважаемого Эмам Аль Рахмона. Традиционно этот добрый и гуманистический поступок осуществляется в преддверии всех праздников. Книга «Таджики» раскрывает сущность таджикской нации, имеет большое историческое и духовное значение, знакомит нынешнее поколение со славным прошлым таджикского народа. Чтение этой мудрой книги знакомит нас с историей, языком, обычаями, культурой, истоками формирования таджикского народа и пробуждает национальную идентичность, чтобы мы могли учиться, знать и гордиться своим прошлым. В Таджикистане проводится раздача книги «Таджикон» «Таджики» академика Боба Джона Гафурова. В честь 30-летия государственной независимости от имени главы государства данная книга будет вручена каждой семье в стране. Распространение книги «Таджики» началось в Мургабском и Ваньском районах Горно-Бадашанской автономной области и продолжается в других городах и районах страны. Напомним, в декабре 2019 года в своем послании президент Таджикистана Мумали Рахмон выступил с инициативой об издании книги «Таджикон» Боба Джона Гафурова с последующей бесплатной раздачей книги каждой семье. В сентябре началось издание книги, которая будет издана в количестве 1 миллион 600 тысяч экземпляров. Изучение истории таджиков самобытного вклада в общую сокровищницу человеческой культуры неразрывно связано с изучением истории всех народов Центральной Азии. Именно в книге академика Боба Джона Гафурова рассмотрены такие важные вопросы, как история предков таджиков, формирование таджикского народа, история зарождения и развития его языка и культуры, место таджиков в мировой цивилизации. Книга «Таджики» раскрывает сущность таджикской нации и имеет большое историческое и духовное значение, знакомит нынешнее поколение со славным прошлым таджикского народа. Эту книгу необходимо прочесть каждому гражданину, особенно молодёжи, ведь знание истории даёт возможность выстроить стройную систему понятий, целостную картину мира, осознать своё место в нём. История учит мыслить глобально. Знание прошлого помогает разобраться в настоящем, оберегает людей от повторения давно уже совершённых ошибок. История помогает найти в прошлом ответы на поставленные сегодня вопросы, вплоть до того, что знание каждым человеком истории прошлого служит непременным условием и гарантией построения светлого будущего. Бабажон Гафуров научно доказал, что формирование таджикской нации происходило ещё в древние времена. Были привлечены все найденные на тот момент письменные источники, а также данные археологии, лингвистики, антропологии, нумизматики и других наук. Помимо таджиков, академик изучал судьбу и ближайших наших соседей – узбеков. Гафуров указал, что у двух народов общая этническая основа – история и достижения. Переведённый на европейские и восточные языки труд учёного не теряет актуальности и сегодня, так как до сих пор цитируется многими авторитетными востоковедами. Выдача книги «Таджики» в каждую семью сыграет важную роль в самопознании подростков и молодёжи страны. Зумрат Файзиева, Дельшоди Хушвахт. Новости. За 31 декабря в Таджикистане не зарегистрировано ни одного нового факта инфицирования COVID-19. Это говорит о том, что осуществляемые правительством страны меры и работают достаточно эффективно. Но, несмотря на это, всё же необходимо соблюдать правила профилактики инфекционных заболеваний. По причине стремительного распространения коронавируса в мире лишилось жизни более 1 миллиона 600 тысяч человек, а мировая экономика понесла тяжёлый урон. Больше всего подтверждённых случаев заражения зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России, Франции, Великобритании, Италии, Испании и Германии. За 31 декабря в Таджикистане не зарегистрировано ни одного факта инфицирования COVID-19. В период с 20 по 31 декабря количество инфицированных достигло 13 296 человек. Из них вылечено 12 851 человек, или 96,6% инфицированных. Вместе с тем, за весь период пандемии от COVID-19 скончались 90 человек. Хотя коронавирус в нашей стране почти сошёл на нет, мы и в дальнейшем должны сохранять бдительность и быть начеку, не предаваться беспечности и халатности, должны чётко соблюдать рекомендации врачей и специалистов, правила личной и общественной гигиены. Напомним, что согласно распоряжению Республиканского штаба по предотвращению распространения COVID-19 в Республике Таджикистан запрещено на территории страны проведение всех торжественных мероприятий. Прогулка в общественных местах допускается только с учётом обязательного соблюдения правил личной и общественной гигиены, обязательного использования защитных масок и строгого соблюдения социальной дистанции от 1,5 до 2 метров. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!